Одним из знаковых изменений последних лет стало коренное реформирование системы высшей школы в республике. В прошлом году число вузов составило без малого 200, а прием на бакалавриат по сравнению с 2016 годом увеличился почти в 4 раза. При этом на 2023 год запланировано выделение полутора триллионов сумм на науку и инновации, что позволит укрепить исследовательскую базу и увеличить объемы коммерциализации плодов интеллектуальной деятельности. Нано- и биотехнологии, цифровая геология. Вот к чему движется отечественная наука на основе подготовки специалистов, когда словосочетание высшее образование принимает более четкие и ясные очертания. Тему продолжит репортаж нашего корреспондента. Кардинальные реформы в сфере высшего образования начали происходить в апреле 2017 года. Тогда президентом была утверждена программа комплексного развития всей системы. Был изменен порядок приема вузы. Учебная нагрузка на профессорско-преподавательский состав сократился в пользу введения научно-исследовательской работы. Была восстановлена заочная форма обучения. Зарплаты преподавателей вузов выросли вдвое. Осуществлен поэтапный переход к внедрению передовых стандартов высшего образования. Постепенный перевод учебного процесса на кредитно-модульную систему, которая должна будет внедрена в 16% высших образовательных учреждений уже в этом 2023 году, в 57% в 2025 году и 85% в 2030 году. Перед профильным министерством глава государства поставил конкретные цели и задачи. В своем послании Олей Маджлису и народу Узбекистана руководитель государства отметил о повышении качества образования. На протяжении многих лет интеграция науки и образования была одна из проблем. На сегодняшний день это стало одним из важных вопросов. Если научные исследования не будут проводиться в вузах и к этому мы не будем привлекать студентов, то у нас ничего не получится. Также глава государства говорил и о концепции развития системы высшего образования до 2030 года. Модель университета 3.0, которая поэтапно внедряется в стране и является моделью коммерциализации образования, науки, инноваций и исследований. Иными словами, вузы могут продавать научные исследования. Отметим, что в этом году на науку и инновации было выделено полтора триллиона сумм. Это в шесть раз больше, чем в 2017 году. Это образовательно-академическая составляющая, вторая научная составляющая. Третьей составляющей в этом аспекте являлась коммерциализация высшего образования. Если раньше мы выпускали новаторов, старались выпустить человека, который стремится получить какие-то новые фундаментальные знания, оформить их патентом и так далее, то сегодня он должен работать над тем, чтобы его новшество зарабатывало деньги. То есть он должен теперь думать о том, чтобы реализовать эти идеи на рынке и получить прибыль для своей лаборатории, для своей кафедры, для своего факультета, университета и соответственно и так далее. Шесть лет назад в нашей стране было 77 вузов, а в 2022 их стало 198. Охват увеличился с 9 до 38%. Если в 2016 году прием в бакалавриат составлял 58 тысяч человек, то в 2022 он увеличился до 223 тысяч человек. Рост вузов обусловлен увеличением в системе высшего образования численности негосударственных вузов, что объясняется развитием рынка образовательных услуг. Благодаря значительной работе в сфере данные показатели будут только расти, однако необходимо обеспечить и качество получаемого образования. Глава государства обозначил еще одну важную задачу – систему кластерного образования. В ее основе лежит человеческий капитал, его правильное распределение, эффективное использование и целевая направленность. Иными словами, образовательные кластеры позволят объединить образовательно-научно-инновационный потенциал, что в свою очередь приведет к выпуску новой плеяды современных специалистов, обладающих конкурентоспособностью, способностью разрабатывать и внедрять новые образовательные программы и технологии. Главная задача же – улучшить жизнь человека, инфраструктуру. Это прекрасно то, что наш президент это все поддерживает. Самый главный вопрос – это кадровое обеспечение. Вот если будут кадры, то мы сможем действительно войти в самую тридцатку государств, как и вот ставили, воззвучили в выступлениях нашего руководства страны. Мы не новаторов сегодня должны готовить, а инноваторов. То есть тех, которые доведут свою науку, фундаментальные новые знания до внедрения, до внесения его в производство и запуск. Инноваторы смогут создавать экспортно-ориентированную продукцию и технологии исключительно в инновационных кластерах. Тесная взаимосвязь между фирмами, поставщиками и клиентами, а также институтами знаний, среди которых исследовательские центры и университеты, именно они будут генераторами новых знаний и инноваций, обеспечивая высокий образовательный уровень региона. И только так и не иначе будет строиться замкнутая технологическая цепочка от создания продукта до его производства и вывода на рынок. Благодаря реализации стратегии высшего образования число субъектов инновационной деятельности вырастет с 613 до 2250. Это значит в три с половиной раза. Примерно настолько же увеличится количество инфраструктурных объектов инновационной деятельности. Это технопарки, инновационные кластеры, венчурные организации, центры инноваций, бизнес-инкубаторы. Всего их будет 75. В четыре раза увеличится количество рабочих мест, созданных благодаря инновационному предпринимательству. В то же время за счет коммерциализации на внутреннем и внешних рынках число новых разработок увеличится более чем в два раза со 150 до 325. В разрезе регионов количество предприятий местной промышленности, занимающихся инновационными технологиями, будет доведено до 600. С нынешних 92. Число стартапов превысит 1400 единиц. Стоит отметить и о 18 новых научных направлениях, таких как нано- и биотехнологии, цифровая геология. Для развития данного направления в сферу было выделено порядка 1 триллиона 8 миллиардов сумм. Теперь нашим ученым предстоит продемонстрировать конкретные результаты в таких областях, как вода и энергосбережения, плодородие и продуктивность почв, геология, промышленность, строительство и многие другие. Приоритетное направление до сегодняшнего дня это была физика, химия, биология, геология. На данный момент у нас идут еще новые направления, это такие как биотехнологии и улучшение качества оказываемых услуг именно в медицине. Эти исследования продолжаются, но теперь у нас основное приоритетное направление это исследование постковидных состояний. Наш президент дал нам тоже одно из приоритетных направлений это развитие биотехнологии, клеточная терапия. То есть это тоже одна из таких направлений, которые нужно развивать. То есть в зарубежных странах это развивается и в нашей стране в частности тоже как бы на это делается большой упор. В прошлом году были успешно завершены более 180 научных проектов. В текущем году запланировано завершить еще 300 научных работ. Если останавливаться по поводу завершенных работ, то можно отметить наша гордость. Национальная вакцина против коронавирусной инфекции, которая была разработана совместно с китайскими учеными и прошла все клинические испытания и была утверждена. Наши ученые тоже не отстают от мировых ученых и они тоже на данный момент разрабатывают различные способы лечения, диагностики и профилактики заболеваний с помощью клеточной технологии. Будет внедрен и новый механизм 1 плюс 1. Он заключается в том, что наши отрасли, имея определенную проблему, они как бы озвучивают ее и люди науки, профессора находят решение данной проблемы в плане проведения проекта. Финансирование данного проекта будет проводиться совместно отрасли, частично с нашей стороны. Для этих целей уже выделено 50 миллиардов сумм. Необходимо отметить и о дуальном обучении. Сегодня многие вузы и колледжи выпускают студентов, которым не хватает практических навыков для работы по специальности. Такая учебная модель позволяет максимально приблизить обучение студентов к потребностям рынка. Дуальное образование будет внедрено во всех государственных образовательных учреждениях по направлению, по подготовке инженерных кадров. Кроме этого, сейчас приоритетным направлением является открытие высших инженерных школ. Руководителям страны сегодня ставятся большие задачи по повышению доступности качественного образования. Ведь в условиях рыночной экономики именно молодые специалисты, кадры новой формации играют основополагающую роль на пути достижения высоких показателей. Как никогда важно сейчас работать над восполнением пробелов, которые годами копились в сфере высшего образования. Большим подспорьем в этой работе служит эффективное международное сотрудничество. Изменения в системе высшего образования Узбекистана можно разделить на две-три части. Во-первых, это пересмотр существующих образовательных программ. Причина в том, что сегодня студентам необходимо давать самые современные знания. Во-вторых, развитие институциональных отношений. Узбекским студентам, особенно аспирантам и докторантам, при проведении научных исследований необходимо больше опираться на инновации в образовании зарубежных стран. Эти процессы требуют сотрудничества между различными учебными заведениями. В-третьих, продолжать предоставлять стипендии студентам, обучать их в престижных зарубежных вузах. И тем самым готовить квалифицированные кадры, которые помогут в развитии страны. Необходимо наладить постоянное сотрудничество с зарубежными высшими учебными заведениями. Для достижения поставленных целей необходимо продолжать начатые реформы в данной сфере. Вместе решать имеющиеся проблемы, способствовать реализации идей по улучшению качества учебно-воспитательного процесса. А также проявить активность в этом процессе, выдвигая новые инициативы.